Добрый вечер Сегодня вечером мы собираемся здесь, приглашаем музыкантов, которые выступают живьем И, конечно же, у нас шестерка экспертов, радиоэкспертов, плюс один независимый эксперт И именно эти люди и организуют дискуссию Позвольте представить вам экспертов, которые сегодня находятся у нас в студии Матвей Гонопольский представляет «Эхо Москвы» Юрий Аксюта, радиохит.фм Ксения Стриж, радиошансон Музыкальный консультант, радио «Ультра» Лис Александр Пряников, русское радио Михаил Козырев, наше радио И сегодня независимый эксперт у нас, известный телеведущий Владимир Молчанов А вообще, я должен сказать, что сегодня, я думаю, у нас будет весьма необычный эфир Я даже в некоторой растерянности от того, что группа, которую мы пригласили сегодня И ее лидер, безусловно, всеми любимы и уважаемы настолько Что, честно говоря, я даже не знаю, каким образом у нас будет развиваться дискуссия Будут ли те самые словесные баталии, которыми словно программа «Земля-воздух», которые были у нас в прошлых программах Будут ли эти баталии сегодня между экспертами Позвольте представить музыкантов, которых мы пригласили Группа «Аквариум» и Борис Гребенчаков Хочу сказать, что нам в программе «Земля-воздух» приятно вдвойне Что именно сегодня Борис Гребенчаков и группа «Аквариум» пришли к нам в студию Потому что в эти дни 30-летие у группы случилось, насколько я знаю При том, что, по имеющейся у меня информации, официально праздновалось 30-летие в феврале Тем не менее, исторически день рождения группы «Аквариум» приходится как раз на 6 июля Буквально чуть не сегодня Да, с чем, собственно, я, все зрители, я думаю, эксперты И весь коллектив программы «Земля-воздух» вас и поздравляет Борис, скажите, пожалуйста, все-таки 30 лет, серьезная цифра, юбилей Вот для вас это все-таки долгий срок или краткий миг? Вы знаете, честно говоря, мы не заметили, как эти годы прошли, поскольку мы были заняты чем-то другим Поэтому получали удовольствие, до сих пор получаем удовольствие И вообще, я предлагаю сразу перейти к делу Я имею в виду, что давайте оставим священных коров в стороне И не будем тратить время на взаимные комплименты Поговорим о чем-то более серьезном Целиком вас поддерживаю, давайте тогда с первой песни и начнем Окей Один, два, три, четыре Пятьсот песен и нечего петь Тело обращается в запертой ухле Те же старые слова в новом шрифте Комический куплет И падающих в лифте по улицам в провинции Медет суховей Моя родина, как свинья, ждет своих сыновей С неумолимостью сверхзвуковой дрели Руки в перчатках качают колыбель Свечи запалены с обоих концов Мертвый хорен от своих мертвецов Мертвый хорен от своих мертвецов Хей, кто из вас помнит, кто прибит на кресте Праведников колбасит, как братву на кислоте Каждый раз, когда мне говорят, что мы вместе Я помню больше всех денег Приносит груз двести в желтой подводной лодке Мумии в грубке колесо свеха Обнаугивает свой степи за руки Патриотизм значит Убей и доверься Эта трещина проходит через мое сердце В жизни и уходя, и вид на концов Мертвый хорен от своих мертвецов Мертвый хорен от своих мертвецов Я чувствую себя как негатив на свету Сухая ярость сердца, вкус железа во рту Наше счастье изготовлено в Гонконге и Польше ни одно имя Не подходит нам больше каждым вином бытове Часовой механизм Мы движемся вниз по лестнице, ведущей вниз Связанная птица не может быть печей Падающей в лифте с каждой секунды Становится легче Становится легче Становится легче Собаки захлебнулись от двор Нас учили не жить, нас учили умирать с двор Становится легче Становится легче Становится легче Становится легче КОНКТО КОНКТО АПЛОДИСМЕНТЫ Играть твой, эту игру мать Играть твой, эту игру мать Играть твой Играть твой, эту игру мать Yes Спасибо Ну а теперь давайте, собственно, перейдем к дискуссии Вопрос у меня к экспертам Такое может быть достаточно простой Но с другой стороны, я думаю, что группа Аквариума Поскольку уж 30 лет сегодня исполняется этой группе Может быть отчасти заслужила Вопрос следующий Наверняка в вашей жизни Вы слышали группу Аквариума Бориса Гребенщикова Более того, я надеюсь, что многие из вас Помнят тот день, когда вы услышали эту группу впервые И может быть что-то с этим было связано Может быть какая-то история Может быть просто вы включили единожды свой магнитофон Тогда, наверное, еще на бобине Услышали Бориса Гребенщикова И поняли, что ваша жизнь изменилась Не знаю, как это происходило у кого из вас Давайте, собственно, и начнем по очереди Матвей Гонопольский, «Эхо Москвы» Пожалуйста, вам первому слово Это у вас вопрос тяжелый Знаете, он сродни тому Вспомните первый раз, как вы видели Мавзолей Это было много лет назад Мне сказали, действительно был бобинный магнитофон То есть я отвечаю очень конкретно, как вы спросили И сказали, хочешь послушать песню, которую нельзя там слушать? А вот мы тебе поставим, значит послушаешь Я говорю, да А я говорю, почему ее нельзя слушать? Мне говорят, потому что песня про проституток Я думаю, песня про проституток? Это каким образом? А кто? Я говорю, автор Мне говорят, вот ты из Ленинграда Но тогда Ленинград был «Гребенщиков» Я говорю, да, ну Вообще тема интересная Поэтому я говорю, давайте И это была песня со словом «мочалки» Понятно, да? Вы спросите, перевернула ли это мою жизнь? Да В каком-то смысле после этого так все сложилось Что это привело даже в моем лице И в лице моих окружающих К демографическому взрыву Поэтому я положительно отвечаю на этот вопрос Который здесь был задан Вот такое краткое мое воспоминание С этого для меня начался «Гребенщиков» Спасибо большое, Матвей Михаил Козырев, «Наше радио» Это было, конечно, не первое впечатление На первом курсе медицинского института В местечке с романтическим названием «Тугулым» на Урале Нас послали на уборку картошки А я коротал дни и ночи С целью завоевать сердце девушки по имени Катя Вутерас Девушке очень нравился парень, старшекурсник, который хорошо играл на гитаре Я решил, что очевидно, это и есть путь к сердцу девушки В качестве ударной темы я выбрал песню «Железнодорожная вода» Играть на гитаре я не умел, а слуха никогда не было Но тем не менее я содрал пальцы в кровь, пытаясь разучить эти аккорды И вот под конец уже этого пребывания на картошке Надо сказать, что грязь была жуткая Лили проливные дожди и жили мы в бараках Я уединился с Катей на первом ярусе двухъярусной кровати И сказал, что сейчас я тебе песню спою И так как я до сих пор не разучил, но время подходило к концу Это выглядело, я думаю, что очень жалко Потому что я сначала пел «Дай мне напиться» Потом смотрел на гриф, переставлял аккорд Смотрел на него и говорил «Железнодорожной воды» «Дай мне напиться» «Железнодорожной воды» В общем, покорить Катю не удалось Она в результате вышла замуж за окулиста и уехала в Грецию Собственно говоря, поэтому претензий не предъявляю группе «Аквариум» по этому поводу Значит, песня «Железнодорожная вода» не приводит к демографическому взрыву Не приводит, таков мой ответ А если говорить серьезно, то самое сильное мое впечатление было связано с исполнением по центральному телевидению Это, по-моему, был 86-й год песни Вертинского «Я не знаю кому и зачем это нужно» Кто послал их на смерть недрожащей рукой И она была тогда посвящена Афганистану И для меня это было самым настоящим шоком Потому что тогда по телевидению этого никому не позволялось Поэтому респект за это in every aspect Спасибо большое Александр Пряников, Русское радио, пожалуйста Я хочу разделить рассказ на две части Первая, когда услышал Услышал в гостях у своего друга Я его очень уважал, потому что он помогал мне решать задачи по физике Сейчас он закончил физтех и труится в Америке где-то в Силиконовой долине И я его уже тогда уважал и понимал, что все, что слушает этот человек, должен слушать и я Чтобы обо мне тоже пиар пошел нормальный Когда он мне сказал, что есть аквариум, тебе надо обязательно Хорошо, пошли слушать аквариум После первых двух песен я понял, что пока форум моих извили напоминает велотрек в Крылатском И больше половины я не понимаю Но я очень уважал своего друга И поэтому заставил себя понимать И с тех пор в этом корень моего отношения к группе аквариум Всегда люди вокруг меня, понимающие и толкующие тексты группы аквариума А потом он встал и показал чистую спину Я подумал, эх ты, вот она свобода А потом я услышал бурлак и понял, что в моем личном хит-параде Я не знаю, может это странный выбор, но вот здесь гвоздь, где висит Если вы сегодня споете, я вам прямо еще ниже Миши Козырева поклонюсь Спасибо большое, Александр Достаточно продолжительное высказывание у наших сегодняшних радиоэкспертов Я надеюсь, не обидитесь, если я разобью на две части ваше высказание Вот о первом впечатлении Борис Борисович, пожалуйста, вторая песня Бурлака мы будем иметь в виду на следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok Там, где я родился, основной цвет был серый Солнце было не отличить от луны Куда бы я ни шел, я всегда шел на серый Потому что там нет и не было придумано другой стороны Первая звезда мне сказала, ты первый Ветер доучил меня ходить одному Поэтому я до сих пор немножечко медный Когда мне говорят, смотри, счастье, я смотрю туда и вижу тюрьму Время перейти эту реку в брод Самое время перейти эту реку в брод Пока ты на этой стороне ты сам знаешь, что тебя ждет Вставай, переходим эту реку в брод Там, где я родился, каждый знал Колю Коля был нам лучший товарищ дух Коля научил пить вино Вино заменило мне Олю Яшву и стебель заменил Кантису спасателю веку Но в воскресенье утром нам опять идти встаю И нас благословят размножаться во мне Нежность воды, надежнее всего, что я знаю Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле Время перейти эту реку в брод Самое время перейти эту реку в брод Если хочешь сказать мне слово, попытайся измольцов и дно Вставай, переходим эту реку в брод Время перейти эту реку в брод Время перейти эту реку в брод Самое время перейти эту реку в брод Если хочешь сказать мне слово, попытайся измольцов и дно Вставай Время перейти эту реку в брод Самое время перейти эту реку в брод Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет Вставай, переходим эту реку в брод Время перейти эту реку в брод Время перейти эту реку в брод Время в молодость наших сегодняшних экспертов И сейчас слово самому молодому, судя по всему, эксперту Вот первое знакомство с аквариумом Да, я действительно еще очень молод И вырос в городе под названием Уфа Который делился на два лагеря На людей, которые не слушали БГ и которые не слушали Вот, я относился к второму лагерю И считался аутсайдером, в общем-то И все мои знакомые насаждали В общем-то мне творчество группы аквариум В итоге я где-то лет десять только спустя Начал его понимать Правильно, правильно Понятно, спасибо Это был Лис, Радио Ультра Слово Ксении Стриж, Радио Шансон Постараюсь быть краткой Дело в том, что меня слышно вообще У меня такое ощущение, что меня не слышно Вот точно, как сказал Лис У нас тоже делились Одни болели за ЦСКА, другие за Спартак Одни слушали «Машину времени», другие аквариум И такое, помню, сказал, по-моему, если я не ошибаюсь Это уже много позже, когда уже мы с Борей познакомились, собственно Чуть ли не сам Макар Он говорит, ну кто ходит на наши концерты? На «Машину времени» ходят портвейные разгильдяи Раздолбая, так вот скажем А на аквариум некрасивые интеллектуалы Но, скорее всего, я принадлежу к портвейным раздолбаям Что касается Секунду, а почему эти два класса их решают друг друга? Я не понимаю Так сказал еще один классик «Твой друг», если я не ошибаюсь По-моему, это он сказал, как я это запомнила А самое яркое впечатление от аквариума Когда я пошла на концерт По-моему Какой альбом, где «Не пей вина» Гертруда? Кострома Мунамур Вот, это было в Сатириконе И так как я принадлежу к портвейным раздолбаям Я решила эту песню Она мне очень понравилась Особенно в том состоянии, в котором я была Спеть вместе с Борей на сцене Вот, меня не пускали, но разрешили посидеть рядом Это мое яркое впечатление Спасибо большое Юрий Аксютих, Титов М На самом деле, я сейчас продолжу Ксенину разговор Это действительно было очень яркое впечатление Оно мне тоже запомнилось Вы должны себе просто представить эту картину Когда театр Сатирикон Он так же полон, как сегодняшняя студия Переаншлаг На сцене, Борис Борисович Атмосфера потрясающая Зрители аплодируют безумно И Ксения Стриж, которая Просто перелезает Влезает на эту сцену Борис Борисович так по-отечески Ее говорит Ну пусть девочка останется на сцене Девочка села к колонке И так около этой колоночки и просидела Практически есть остатки Маленько у нас подремало, покочумало маленько Ну да, я хочу сказать Что мои первые впечатления Я на самом деле, наверное, даже и не вспомню Потому что мне кажется, что у людей Ну, у людей моего возраста Тем, кому уже сорок У них гребенщиков Это что-то, что сопровождает их по жизни Различные этапы жизни Так или иначе Борис Борисович связаны с вами За что вам тоже низкий поклон Потому что каждый открывает в себе И для себя творчество аквариума Видимо на каком-то возрастном этапе Я сегодня вижу очень много молодых людей И на самом деле это очень отрадный факт Потому что вот для меня Первый раз, когда я услышал аквариум Мне было совершенно непонятно, что я слышал И у меня были какие-то смешанные ощущения, впечатления Да, это музыка, да, это что-то новое Но что-то из области мне не совсем понятное И дальше как-то с определенными волнами Я родился в городе Таллине, поблизости с Ленинградом Поэтому такие отзвуки доходили людей Которые побывали в Ленинграде И были на каком-то таком закрытом концерте Которые приезжали и просто в захлеб рассказывали о том, как это было И что это такое было И мне всегда очень хотелось попасть на концерт аквариума Но случилось это гораздо позже Но, наверное, одно из таких действительно ярких впечатлений уже в зрелом возрасте Это, конечно, выход фильма «Асса» И песни из этого фильма Которые стали просто такими уже всенародными хитами Несмотря на всю такую элитарность творчества Бориса Борисовича Спасибо И теперь я передаю слово Сегодняшнему нашему независимому эксперту Известному телеведущему Владимиру Молчанову Спасибо Мне трудно быть независимым экспертом Хотя бы потому, что Несмотря на то, что Борис Борисович на 3 года меня младше Он как был, так и остался для меня первым русским рок-поэтом Я не хочу сказать, что единственным Поскольку наряду с ним были Цой, был Науменко, был Селюнин, был Панов Но я воспитывался, если брать рок-поэзию, на рок-поэзии Гребенщикова Уже потом, спустя многие-многие годы, сам Гребенщиков научил меня, что не существует в общем рок-музыки Существует просто музыка, а рок-поэзия существует И Гребенщиков был для меня таким Я не помню, когда я впервые услышал Гребенщикова Но я очень хорошо помню строфы Гребенщикова, которые сопровождали разные этапы моей жизни Это то, о чем говорил мой более молодой коллега до меня Я могу вам сказать, что когда возникла наша программа «До и после полун» Что ее негласным в общем девизом были «Строфы из Гребенщикова вперед, это там, где красный свет» Мы должны были преодолеть этот красный свет Я прекрасно помню, что когда мой ближайший друг, военно-морской врач с подводной лодки Был вынужден эмигрировать из города Ленинграда, откуда Борис Борисович родом Мы ходили с ним по мрачному осеннему Питеру И все время вспоминали строки У меня был друг, его звали Фома Он забыл все слова, кроме слова «чума» Это очень подходило под ту ситуацию, в которой находился мой ближайший друг И вообще масса строф Гребенщикова и аквариума всю жизнь сопровождают Я просто не хочу отвлекать внимание от его классной музыки Спасибо Спасибо Теперь, пожалуй, вопрос самому Борису Гребенщикову Борис, скажите, пожалуйста, вот 30 лет назад, когда аквариум только начинался Вроде жизнь была интересной, да? Многие вот те, кто начинали тогда, они говорят, что и была какая-то своя романтика Что-то запрещали Было, ну, нечто иное, нежели есть сейчас, да? В том, что было тогда С другой стороны, сейчас, чем дальше, год за годом, жизнь тоже становится интереснее, интереснее, но по-другому Вот когда интереснее было вам? Вы знаете, интересно все время зависит просто от того, что именно интересует каждого конкретного человека Нам повезло, поскольку нам интересно играть музыку и провоцировать людей на то, чтобы они вылезли из тюрьмы Тюрьму они себе сами устраивают, а провоцировать их очень забавно Тогда просто была одна форма тюрьмы, сейчас другая А провокации вообще-то очень интересное занятие Согласен Вопрос такой Вот, скажем так, те же 30-20 лет назад не хватало банального, не хватало хороших инструментов, не хватало хорошей студии Чего вам не хватает сейчас? Или уже вот наступил тот момент и самодостаточности, и достаточности именно вот окружающего? Нет, жаловаться на окружающую среду нам сейчас грешно То есть у нас то, что нам нужно для работы, у нас есть А не хватает, сейчас не хватает, к сожалению, уже очень банальных вещей, времени Хочется значительно больше времени Хочется успеть и туда, и туда, и туда, и успеть сделать это, и это, и это, и... Ну, поэтому я считаю, что мы счастливые люди Давайте тогда не будем больше пока разговаривать, пожалуйста, вам... На сравнение того и сейчас мы хотели спеть совершенно другое, но как-то зашел об этом разговор Нельзя отказаться от этого Спасибо за просмотр! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Борис, у меня вот к вам такой вопрос. Прозвучала тема соперничества машины времени и аквариума. И действительно, машина времени и аквариум уже огромное количество лет существует. И в чем-то похоже, наверное. Группы, которые считают культовыми не одно поколение. И в машине времени, и в аквариуме очень харизматичный лидер. Вот как вы считаете, было ли это соперничество? И существовала ли вообще какая-то конкуренция? Ну, во-первых, не знаю, я не стану делать комплиментов машине, но у нас-то точно все харизматичные. И лидер в самую последнюю очередь. Но я Андрюшку знаю и всю машину с 1976 года. Одна тысяча девятьсот семьдесят шестого года. И за все эти годы ни на секунду, насколько я помню, соперничества не возникало. Ну, может быть, первые полчаса знакомства. Но при этом, что интересно, существует такая тенденция у машины времени, поклонники, которые есть сейчас, это по большей части люди, которые знают машину времени давно. У аквариума же совсем другая история. Очень много совсем молодых людей, девушек, которые приходят с удовольствием и слушают аквариум. И Борис Гребенчаков, вот как вы считаете, в чем разница? Не имею даже права отвечать на этот вопрос, не знаю. Хорошо, тогда попробую переадресовать этот вопрос нашим экспертам. Кто-нибудь сможет? Михаил Козырев, пожалуйста. У меня такая версия. Просто Гребенчаков раньше интернет освоил, чем Макаревич. Понятно, спасибо. Ксения, насколько я знаю, вы с Андреем Макаревичем, насколько понял... Что ты знаешь? Что ты знаешь? Про это я не говорил. Ты как раз просто из тех девушек, которые любили Бориса Гребенчакова. Да, вот вопрос такой. Нет, я имела в виду как раз не то, что соперничество между Андреем и Борем. То есть так как между ЦСКА и Спартаком, я не знаю... Нет, именно группы, я имею в виду. Нет, это среди слушателей было. Это у меня в районе так было, в Замоскворечья. Вот. Просто я слишком москвичка, наверное. А кем было лучше быть? Портвейным-раздолбаемым или некрасивым интеллектуалом? Я не была некрасивым интеллектуалом никогда, поэтому я не знаю. Понятно. Господа эксперты, кто-нибудь еще свою версию? Похоже, что нет. Тогда вопрос такой. К вам, как к профессионалам от радио. Совсем недавно был проект, на мой взгляд, очень удачный, с дедушками. То есть музыка Гребенчакова, скорее даже, наверное, слова, музыка была очень серьезно изменена. И были сделаны кавер-версии, ремиксы, дедушками, электронным проектом. Вот как, на ваш взгляд, для чего это было сделано и насколько было успешно? Михаил Козырев. Вопрос, наверное, к музыканам. Мне было очень интересно эту пластинку слушать. И, честно говоря, тот трек, который шел по радио, «Сны о чем-то большем», по-моему, блестящий абсолютно. Хотя в нем, конечно, прочитывается явное влияние английских электронных музыкантов. Но при этом это был как раз, на мой взгляд, тот случай, когда новая трактовка придает песне свежее дыхание, новую жизнь дает. И концерт, который был в этой связи в ДК Горбунова, когда на сцене был и Гребенщиков, и Дедушки, на мой взгляд, тоже был, безусловно, явлением, хотя народ пребывал в растерянности. Те люди, которые не видели обычно, как выступают электронные группы на сцене, их, конечно, вид двух прыгающих у синтезаторов музыкантов остервенело, и периодически возникающий из-за письменного стола, и дрейфующий где-то в полуметре от поверхности Борис Гребенщиков, он, конечно, слегка озадачивал. Но, тем не менее, я считаю, что уважение достойны все те люди, которые находятся в постоянном движении, что к этой группе абсолютно применимо. Понятно, спасибо. Борис, скажите, пожалуйста, а вам насколько было комфортно выступать не с живыми музыкантами, как обычно, а вот с двумя сумасшедшими прыгающими? Не, ну они тоже были живые. Я потрогал Лешку Сологубу, видя Сологубу. На самом деле, но я имею в виду с электронщиками. С электронщиками сложно, потому что я стоял как идиот и не знал, что мне делать. Мне приходилось читать монолог Гамлетт в течение получаса с черепом в руке. А вообще была какая-то причина, почему вы решили сделать этот проект? Ну, потому что мне страшно было интересно попробовать те песни, которые писались для электроники, но у нас в то время не было электроники. Попробовать все-таки их сделать. А аквариума на это как бы у нас не было, во-первых, к этому времени всех этих штучек, а во-вторых, мы были своими делами заняты. И как вы сами оцениваете результат? Очень интересно. Я получил огромное удовольствие, спев все эти песни, посмотрев, как Лешка с Витей работают, и микшировав их. Просто частенько бывает, что отдают на откуп электронщикам, и потом говорят, что что-то не то. Нет, нет, нет. Здесь все получилось абсолютно честно, абсолютно хорошо. Я очень доволен, что мы это сделали. Теперь мы это сами уже освоили. И сами будете делать ремиксы на себя же? Да ну, время тратить. Лучше новые песни написать. Ну, в принципе, да, но с другой стороны тоже интересно. Я и говорю, времени не хватает. Еще прошу прощения, в самом начале не попросил вас. Если можно сейчас представьте, пожалуйста, музыкантов, которые с вами сегодня... Да, наконец-то, спасибо. Андрей Сурадинов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Борис Рубейкин на калорийку. Володя Кудрявцев на басу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЕК ПАТАВКИН на барабанах. АПЛОДИСМЕНТЫ И ШАР. АПЛОДИСМЕНТЫ И я, потому что я тоже, в общем, член группы аквариума. Борис Губенщиков. Такой вопрос. Была затронута тема поклонников. Вообще, как у вас складываются отношения с поклонниками, с поклонницами? Вот, например, говорят, из группы с Rolling Stones вышла Marian Faithful. Вот бывали ли такие замечательные случаи, что была девушка, которая была ярой поклонницей от той группы с аквариума, и сейчас она симфира, скажем. Вдруг. Нет, это шутка была. Я думаю, что все люди, которые соприкасаются с нашей музыкой, обиженными не уходят. Не потому, что мы хорошие. Мы, может быть, даже совсем плохие. А музыка у нас иногда получается. А еще, насколько я знаю, рассказали просто такую историю, что ваши поклонники устраивали одно время за вами едва ли не тотальную слежку. То есть каждый ваш шаг отслеживался, ну не знаю, то ли это для каких-то потом мемуаров, которые должны были составить сами же поклонники, причем, то ли просто, не знаю, может быть, это КГБ следило. Вот насколько тяжело жить под подобным колпаком, когда буквально каждый шаг фиксируется кем-то извне? Ну это, во-первых, даже интересно, потому что я по натуре человек достаточно свободу любил и не люблю, когда мою свободу как-то ограничивают. Поэтому учишься сбивать хвост. И потом, на самом деле, это неправда, потому что люди достаточно тактичны. Но это же можно делать весьма тактично, то есть вы даже об этом могли бы и не узнать. Тогда я об этом и не узнал. Спасибо. Вопрос к экспертам, наверное, к Матвею. Матвей, вот такой неожиданный вопрос. Может быть, я, конечно, не прав, но тем не менее. На мой взгляд, вы все-таки, в отличие от наших экспертов, которые несколько моложе, наверное, росли не на музыке аквариума, а несколько на другой музыке, если я правильно себе представляю. Вот на ваш, скажем так, непредвзятый взгляд, в чем причина успеха аквариума у нас в стране? Вы знаете, когда говорят обо мне, все время надо подчеркнуть возраст. Я понимаю. Я впервые. Нет, вы впервые. Я понимаю. Помните мультик «Мама», он и меня посчитал. Помните козленками? Ой, вы понимаете, в чем дело? Либо я сейчас буду в точности отвечать на ваш вопрос, либо я вас спрошу. Можно я вас спрошу? Вы меня уже козленком назвали. Нет, подождите. Наконец-наконец-наконец-наконец-наконец-надо пойдет. Ну, оживитесь, оживитесь. Во-первых, будет не козленком, а совсем по-другому. Ну, я молод. Да. Да. Вот скажите, вы сделали голосование, и вы вопрос поставили, ну, я понимаю, вот максимально такой смешливый и комплиментарный. Дело в том, что действительно, сегодня грандиозное событие вот для всех и ужасное событие для экспертов. Вот вы, я не знаю, понимаете ли вы, как мы себя чувствуем? Я представляю себя. Значит, либо это вот дальше будет, вот концерт великого человека, это без, ну, понятно, да, в общем, то есть, ну, короче говоря, концерт Гребенщикова для общественности, либо мои уважаемые коллеги, очень искушенные в музыке, найдут какой-то момент напряжения в этом всем, да? Вот я его нашел, как мне кажется. Борис, простите. Да. Можно? Да, наконец-то. Вот вы сделали голосование, где вы сказали, там, способствует ли оно или не способствует. Но вы же понимаете, что люди, когда голосовали, они голосовали не по этому вопросу. Вы понимаете, да, меня? Они не голосовали, увеличивается ли рождаемость, когда слушаешь Гребенщикова. Вопрос-то этот нулевой сам по себе. Они голосовали в какой-то степени за Гребенщикова и против, понимаете, да? То есть принимая его и не принимая. И обратите внимание на цифры. Во втором голосовании не принимающих больше, чем принимающих. Вот о чем бы я задумался. Почему? Все гениально, группе 30 лет. То, что он поет, просто запредельно. Заставь нас слушать песни без рифмы. До этой программы Саша Пряников еще в прошлую программу, зная, что будет Гребенщикова, он сказал, черт побери, что нам делать? Наверное, нужно принести вот такую подстилочку и, значит, для того, чтобы... Ну да, может, нас просто объявить святыми сразу и все. Да. И второе. И мощи положить. Вот знаете что? Вот мне Гребенщиков... Вот музей, вы представляете, музей. Очень хороший музей. Битком набитый музей. Куда мы приходим и музей, где всегда аншлаг. Вот Гребенщиков — это такой музей. Но никакого отношения к тому, что происходит сейчас в нашей жизни, это не имеет. Понимаете? Все в оцепенении сейчас, потому что это великий человек. Абсолютно великий. Он абсолютно не принимает участие и не будет принимать участие сейчас в нашем разговоре. Потому что он нас всех в гробу видал. Он сейчас прилетел из Соединенных Штатов. Он после этого... Послушайте, я его не ругаю. Просто поймите. Этот человек, он другим не может быть. Он живет в себе и пишет то, вот что мы можем только созерцать. Понимаете, да? Это... Он последний романтик этой эпохи. Не лирик. Романтик. Это разные вещи. Это дорогого стоит. Это грандиозный музей гребенщиков. Вот кто хочет, тот туда заходит. Кто не хочет, спокойно отходит в сторонку. И, простите, я не ответил на ваш вопрос, но мне важно было сказать то, что я хотел. Нет, красиво. Спасибо большое, господа. Спасибо большое, Матвей. Пожалуйста, Владимир Молчанов. Пожалуйста, вам слово. Вот я, в общем, совершенно согласен с Матвеем в том, что гребенщиков действительно не пустит нас к себе. Я имел этот опыт в цикле, который мы делаем для канала РТР, который называется «И дольше века». Идеология этого цикла заключается в следующем. Мне захотелось в 2000 году, в новом веке, пообщаться с теми талантливыми людьми, с которыми мне не удавалось пообщаться. Мы сделали где-то 25 серий, там было только два музыканта, это Кшиштоф Пендерецкий и Борис Гребенщиков. Но Гребенщиков действительно не пускает к себе и, по-моему, очень правильно делает. Поэтому 30 лет Гребенщиков на сцене, 30 лет он окружен какой-то тайной. И вообще замечательно, что он не рассказывает и не разрешает журналистам задавать ему вопросы о том, как у него обстоит дело с пищеварением, что он любит пить там и так далее. То есть тот набор вопросов, которые обычно задают журналисты. А секрет успеха Гребенщикова, по-моему, кроется, опять же, в одной из стров его замечательной песни. И этим все объясняется. Мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Вот, по-моему, Гребенщиков отразил то, в чем мы выросли. Поэтому и этот успех. Спасибо большое. Слово Юрия Аксульки. Кита Фан. Мне понравилось выступление моего коллеги Матвея. Он попытался дискуссию обозначить, потом сам же ее и погасил. То есть совершенно очевидно, что сегодня экспертам на самом деле здесь делать абсолютно нечего. Все, что бы мы тут ни говорили, оно совершенно не имеет никакого значения. И не имеет никакого отношения к Борису Гребенщикову и группе «Аквариум». Просто в какой-то веке пришли не говорить, а музыку послушать. Совершенно верно. Мне тоже кажется, что хочется послушать. Поэтому вот это телефонное голосование, интернет-голосование, вот эти цифры, которые совершенно нормальные. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. И совершенно не должно быть так, чтобы всем это нравилось. Мне кажется, что Гребенщиков поет сегодня, а сегодня, вчера он пел, а вчера, позавчера, а позавчера. И как раз о тех самых, ну, наверное, неприходящих ценностях, о которых мы пытались поговорить на прошлой программе с группой Лесоповал. Но у нас не получилось, что ценностей-то там как раз и не было. Здесь они существуют, и об этом говорят. Это художественно, это эстетично, это высоко, это поэзия, и это музыка по сравнению с предыдущей программой. У меня такое ощущение, что у нас в гостях Тючев. А я подумал, что... Нет! А если бы Танич писал для «Аквариума» еще совместно с Гребенщиковым... А почему бы нет? Нет, и чтобы тогда все говорили... Нет, я просто единственное, что хочу, вот такое мое мнение, как бы не создать себе кумира, что мне, в общем-то, наверное, не свойственно. Вот, просто здесь вот это вот чудо святого Антонио, чудо — это аквариум, о котором 30 лет, это тайна, этот секрет. Мне кажется, что в первую очередь это нормальные ребята, не без способностей, да? Вот, люди, и то, какую-то засекреченность, заколдованность, какую-то вот эту вот, что это какая-то... Мы сами себе, то есть, точнее, поклонники аквариума, они сами себе придумывают, и, в принципе, мне кажется, Борис Гребенщиков в это охотно играет. Я, пожалуй, соглашусь во многом... Это хороший метод людей приманить. А священные коровы-то с зубами. Александр Пряников, Русская Радия, пожалуйста, вам слово. Е. А я знаю другого Бориса Борисовича Гребенщикову, когда... Немного о себе, на фоне кумира. Сфотографируйте меня. Когда у нас в 96-м году мне сказали, к тебе на интервью придет Гребенщиков. Я стал листать бахагават Гиту. Есть такая литература? Чтобы простудировать, чтобы хоть как-то обозначить. Потому что накануне я посмотрел, как одна питерская журналистка в черном пальто ходила с Гребенщиковым, пока кажется, Питеру, и спрашивала его о смысле бытия. А он с умным видом ей отвечал. И тогда я наутро понял, что все, все, кранты. Я ничего не знаю ни про ини, ни про янь. Он меня сейчас съест кишками. И я увидел, значит, на лестнице Гребенщикова, преодолевая сухость во рту, резко с ним познакомился. Я говорю, Борис Борисович, вы понимаете, вот я, конечно, понимаю, Бог туда-сюда. Вы, наверное, это уже высочайший и не помните. Я говорю, вот если не об этом и не о смысле жизни, о чем бы с вами поговорить? Он говорит, ну давай вине и о бабах. И мы отлично поговорили и о вине, и о бабах, потому что и в том, и в другом он, оказывается, знает толк. А я подумал, что человек этот интересуется только формами облаков, которые над ним проплывают. И тогда я его спросил, говорю, Борис Борисович, а самих-то не, так сказать, не утомляет, что вас так жупилируют? И вообще вас правильно понимают. На что Борис Борисович Гребенщиков тогда сказал, что достало, когда заканчивается концерт, под небом голубым, и лифчики полетели на сцену. Ваши были слова. И я говорю, я буду с этим бороться. Вот у меня к вам вопрос. Что-нибудь сделано на этом поблище, или они еще гуще летят? Мы работаем над собой. Михаил Козырев, наше радио, вам слово, пожалуйста. У меня просто вдогонку к тому историческому интервью Пряникова с Гребенщиковым вопрос. Просто недавно большой популярностью по радио пользовалась песня со строками «С нами Юра, с нами Борис». Они, когда напьются, всегда поют на бис. Правда это или нет? Нет, когда мы напиваемся, мы поем не на бис, а уже просто для удовольствия, но этого никто не слышит, кроме близких друзей. Просто есть музыканты, которые… А надеюсь, мы поем, когда еще трезвые. Я хотел на самом деле одну деталь сказать. Не все так радужно по поводу приятия новым поколением группы «Аквариум». Я вчера, когда разговаривал с девушкой, сказал, у нас завтра Гребенщиков в программе будет. Здорово, да? Она так посмотрела на меня и говорила, параллельно. Это портвейная была? Да, наверное. Нет, кстати. Она, вот я думаю, что несмотря на то, что все эксперты сейчас, почти все, распинаются в безраздельной, безотчетной любви к великому музыканту… Я пока ничего не говорю. Вот, я сказал «эксперты». Я все-таки вынужден упрекнуть большинство коллег за то, что я считаю, что это замечательная и современная музыка, которой должно быть в радиоэфире много и значительно больше. А у нас получилось так, что в основном 90-е годы прошли вот в полной бурде, которая звучала по радио и до сих пор звучит на многих известных радиостанциях. А в 90-е годы, между прочим, были созданы и «Маша, и Медведь», и «Древнерусская тоска», замечательные песни, которые абсолютно современные были 90-м годам. Поэтому у меня просто призыв к радиоэкспертам и к радиоколлегам. Играйте больше «Аквариума», и вам счастье будет. Спасибо большое. Все эксперты взяли микрофоны в руки. Я прошу прощения, давайте послушаем песню, и потом я дам высказаться всем, кто прямо на этот призыв все подняли, как один. Борис Борисович, пожалуйста, представьте, какая песня. Маленькое представление песни. Когда загоняют в рамки священной коровы, хочется сразу дрыгать ногами, кричать матом что-нибудь, колонки гитары протыкать. А потом думаешь, а стоит это делать, или все-таки спеть что-нибудь совсем приличное? То есть что на нас самих действует. И выбираешь второй вариант. Времени мало, и хочется спеть самое важное. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 российскую музыкальную рок-культуру. Достаточно делом каким-то помогать. Я считаю, что музыка Гребенщикова и музыка Аквариума, она современна и актуальна. Ввиду этого, например, песня «Брод», она является хитом, она является той песней, которой крутилась Миша на большинстве радиостанций, несмотря на их форматность, там попсовая и не попсовая. Спасибо. Все сдулись. Вопрос такой. Борис Борисович, я скажу честно, я не могу назвать себя поклонником Аквариума. Слава Богу. Я, наверное, один. Среди всех. Мне нравятся некоторые песни, я некоторым подпеваю, когда вот в машине, если по радио слышу. Некоторые я сразу переключаю. Но при этом, вот, когда узнал, что у нас будет Аквариум, я взял стопочку альбомов, решил послушать. Мне показалась музыка отчасти психоделической. Все-таки. Конечно, там нужно вслушиваться и в тексты, само собой. Это, наверное, немалая часть успеха. Сама по себе музыка, вот я бы ее определил как такая некая психоделика. Вот есть какие-то музыканты, которые на вас повлияли именно в музыкальном плане? С тех пор, как я начал слушать музыку вообще сознательно, года 63-го, музыка на меня действует психоделически в том смысле, что она, безусловно, расширяет мое сознание, для чего психоделики используются. И вот мы в этом состоянии и находимся. То есть музыка для нас это и есть транспорт. То есть музыка сама по себе, без относительно каких-либо персоналей и так далее. Все, что происходило с тех пор, с 63-го года я слушаю, и до сих пор мне интересно. Слушать до сих пор как бы это меня тащит. И все дальше и дальше тащит. Хорошо. А тогда можете вы кого-нибудь выделить из нынешних музыкантов? Может быть наших, может быть западных. Вот, скажем так, вы услышали кого-то, вам понравилось, и вы какие-то приемы, может быть, или какую-то атмосферу вы восприняли? Главное атмосфера, потому что приемы, они более-менее все одинаковые и так. Все используют одни и те же инструменты, одни и те же звуки, одни и те же подходы. А вот атмосфера, да, каждая новая хорошая пластинка, она дает очередной запал к жизни и к музыке, и ко всему остальному. Вот я скачал вчера, всю ночь скачивал новый, не вышедший альбом Red Hot Chili Peppers, и тащимся вторые сутки. Без умолков. Согласен. Вопрос еще вот какой. В группе Aquarium насчитали, сидели командой «Земля-воздух», насчитали 32 человека вот с 73-го года. 32 вместе с вами. Охарактеризуйте, пожалуйста, тех музыкантов, с которыми вы играете сейчас, уже, по-моему, три года, да, состав не меняется? Да. Вот почему менялся состав, достаточно серьезная была ротация, да, людей и кадров, и как вы охарактеризуете ребят, с которыми сейчас играете? Меня спрашивают это иногда, это проще всего спрашивать у тех людей, которые больше не играют. Но я не помню такого, чтобы из группы хоть за всю историю существования Аквариума, чтобы кто-нибудь из группы был уволен. Такого не бывает. Это Аквариум не работает. Аквариум – это притон, куда люди приходят, и если они хотят, то они остаются. Но было в один или два раза, когда я просто понимал, что мы не как группа, а скорее как компания общения не очень получается, что люди вместе не потому, что им нравится быть вместе, а потому, что их к этому обязывает положение. А так они додубы ненавидят. Вот такое случалось на моей памяти за 30 лет два раза, и я просто говорю, что я больше так не могу играть, ребята, я из вашей группы ухожу. Ну и получилось так, что часть людей, от которых я выбегал, потом возвращались уже в новые конфигурации и начинали чувствовать себя друг другу значительно лучше. Мы играем пока нам хорошо вместе. Спасибо. И все-таки, если можно, вот те, с кем играете сейчас, каратенечко охарактеризовать. Может, они сами себя охарактеризуют. Может быть, они сами себя охарактеризуют. Вам-то легко, мне с ними жить. Но им-то тоже в коллективе оставаться. Сэр, ну как мы будем решать эту проблему? Вот у одного музыканта у Бори за клавишами отношения очевидно выражена надписью на майке, например. Yes! Майку покажите крупную, вот это наши отношения. Понятно, спасибо большое. А вопрос к экспертам. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что в нашей стране есть поколение аквариум, как вот было в Британии и в Америке, наверное, тоже поколение Битлз. Есть ли поколение аквариум у нас в Советском Союзе и теперь в России? Кто ответит? Михаил Козырев? Ну, поколение... Был... Один из первых моих виниловых дисков. Это был диск равноденствия, который я купил в ЦУМе в Екатеринбурге за 3 рубля, по-моему. Это были серьезные деньги для меня в то время. И там как раз была эта песня «Поколение дворников и сторожей». Группе «Аквариум» я, вот честное слово, все те годы, которые я ее слушаю, неровно дышу. Это группа, которую я искренне люблю и приемлю все, что она делает. Потому что мне важно всегда, если ты человека любишь, ты должен принимать все то, что у него происходит и постараться понять, почему это происходит. Очень часто бывает так, выходит новый альбом, и люди говорят, ну все, сдулся. То есть они не дают возможности даже задать себе вопрос, почему человек вдруг повернул в том или ином музыкальном направлении. Я всегда стараюсь понять, почему, что происходило с теми людьми, которые писали и записывали эту музыку. Если судить о том, сколько нас таких, влюбленных в этот коллектив многие годы, я не знаю, сегодня, я думаю, что относительно уже немного. И я говорю это с сожалением, еще и потому, потому что, еще раз подчеркиваю, ситуация далеко не такая благостная, какой она сейчас представляется. Мне очень радостно, что люди сегодня, у нас такого битка в студии, по-моему, не было с самого начала этих серий, и люди так честно и радостно приветствуют эту музыку. Хотя на самом деле это не так. Мне кажется, что сегодня мы привыкли к такому фастфуду, выпекли хит, выбросили на радио, выпекли хит, еще один выбросили. И пройдет время, прежде чем понять, что вот эти песни, которые происходят все это время в аквариуме, они как раз это испытание временем выдержат, а все остальное сольется как шелуха. И мне очень хотелось бы, чтобы таких людей сегодня было много. Спасибо. Матвей Гонопольский, пожалуйста. Вот здесь у Миши Козырева звучал пламенный призыв, чтобы музыка Гребенщикова звучала больше, шире, глубже. На эхе «Тамосквы» она звучит больше, наверное, чем на других радиостанциях. Это связано с тем, что, ну, станция разговорного формата, и у нас каждая мелодия, которую мы ставим, она, только поймите меня правильно, имеет как бы прикладное значение. То есть она ассоциативно должна лечь на материал. И вот с грустью я замечаю, что таких поводов относительно аквариума становится все меньше и меньше. Это не говорит плохо о Гребенщикове, потому что этот человек, вот как, помните, поезд вот этот, клип знаменитый, вот он идет своей дорогой. И я не знаю, я с ним близко не знаком, я не знаю, вот насколько его волнует то, что происходит, даже как поэта, в самом лучшем смысле этого слова. Он пишет свое, и он идет своей дорогой, а жизнь идет своей дорогой. Я еще раз хочу напомнить голосование, которое было. Давайте заодно пока посмотрим. Я могу? Одну секундочку. Да, конечно. Я просто, я такое ощущение, что вот первая песня была, 500, да, более жесткой политической песни я за последние годы просто не слышал. Патриотизм значит убей иноверца, эта стрела проходит через мое сердце. Наша родина жрет своих, как свинья, жрет своих сыновей. Такое ощущение, что мы текст не слышали. Это же песня, которую я честно говорю, я до сих пор, мне стыдно, что я ее испугался играть на нашем радио. Я реально просто испугался в какой-то момент. Я подумал, что это настолько жестко, что, попросту говоря, будет отторгнуто на корню. Поэтому мы выбрали более мягкую песню. Но это группа, которая сохраняет свою актуальность и злободневность каждый день. Поэтому текст просто надо слушать. Но, может быть, просто ты слышишь это. Так я закончу. Я закончу. Так вот, я думаю, что поколение Гребенщикова, это вот поколение вменяемых людей 90-х годов. Мне кажется, что сейчас жизнь у нас так повернулась, и появились такие новые темы, и в жизни появились такие новые законы жизни, что она немножко повернула в другую сторону. На то она и жизнь. А Борис идет своей дорогой. И у него свой мир. Просто мир. Это не хорошо и не плохо. Это просто так есть. Но они разошлись. И мне кажется, что это не значит, что популярность будет падать. Я еще раз говорю, вот народ сидит, скажет, Гребенщиков, все пришли сюда и получают большое удовольствие. Но я задаю вопрос. Наверное, у многих дома масса пластилок Гребенщикова. Задайте. Да, я понимаю, вы не самый большой любитель, но неважно. Миша Козырев, дорогой мой, много пластинок дома Гребенщиков? До фига. И еще больше будет. А теперь ответим на вопрос, только посмотри в глаза мне. Смотришь в глаза. Насколько часто ты их слушаешь? Сейчас «Сестра Хаос» последний альбом. Слушаю очень часто. Очень часто. Ну ладно, я думаю, что дома в общем музей. Я могу сказать, у меня одна пластинка Гребенщиковая, я скажу, где он поет Вертинского. Вот это мне единственное, что очень нравится. Я считаю, это супер. Если честно, наличие пластинки не говорит о том, что вот есть пластинка, значит, будешь ее дома слушать. У меня куча пластинок дома, которые я слушаю раз в год, при этом любимые пластинки. Банально во время, опять же, упирается. Еще раз отвечу окончательно на вопрос. Это поколение 90-х годов. Потом они разъехались, как вот этот поезд и жизнь. Он поет о своем, и у него там много есть в чем разбираться. Все его песни совершенно фантастические. Вот он в них разбирается. А жизнь разбирается в своем. Сейчас, в 2002 году. Вот так они разошлись. Это мое ощущение. Спасибо большое, Матвей. Продолжим дискуссию. Тогда после песни, пожалуйста, Борис Борисович. Я с самого начала передачи думал, как же нам выйти из этого неудобного положения, когда все друг другу говорят хорошо. Я уже говорил, что как бы, ну, я думал, может быть, нам что-нибудь это сделать, что-нибудь это сделать. А потом, когда вот мы «Северный свет» сейчас пели, я пою, и у меня в голове промелькнула как бы очевидная вещь, что красоты на самом деле и жизни так много, что нашей человеческой жизни не хватает. У нас очень мало времени. И времени с каждой секундой все меньше и меньше. Поэтому чем больше занимаешься базаром, тем меньше остается времени на настоящую жизнь. Вот, собственно, о том и песня. Чтобы золовьи стали петь слишком громко, Новые слова «Северный свет» мне кажется, мне кажется, что это ты. Ты знаешь, мне кажется, что это ты. От пятой муровой до покрова на нервных. Вроде все в порядке, только где-то оборвана нить. Я не знаю, как у нас у нас всегда кто-то сверлит. Может, взять и скинуться, чтобы они перестали сверлить. Ночью под окном разрушали пуры, от матерны ругани улыбали кусты. Я даже не заметил, потому что кто-то завладел моим сердцем. И я подозреваю, что это ты. Я подозреваю, что это ты. А у меня в крови смесь нитродолы и смирно. Каждая песня террористический акт. Это после 20 лет обучения искусству быть смирным. Я говорил, с медициной, но не в силах объяснить этот факт. Но будь ты хоть Роллс-Рольс все равно стоять в пробке. Даже в русском музее не забаррикадироваться от красоты. Знаешь, это не важно, если кто-то завладел твоим сердцем. В моем случае мне кажется, что это ты. Мне до сих пор кажется, что это ты. И так продолжается музыкально-интерактивное шоу «Земля-воздух». У нас в гостях Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Дискуссия про поколение «Аквариум» у нас развернулась незадолго до рекламы. Юрий Аксюта, не знаю, по этому поводу или на другую тему, пожалуйста, вам слова. Наверное, поэтому, просто в завершении нашей сегодняшней бесконфликтной дискуссии, наверное, я больше не успею сказать ничего. Я хотел бы сказать следующее с моего соображения, что не существует поколение «Аквариума». Мне кажется, что у каждого поколения есть свой «Аквариум» и свой Борис Гребенщиков. Это будет, наверное, точнее. И мне кажется, что сегодняшнее поколение музыкантов, в частности, рок-музыкантов, в какой-то степени должно почерпнуть у Гребенщикова вот этого позитива в музыке, в текстах. Несмотря на все, даже, как Миша говорит, жесткость каких-то песен, во всем этом присутствует нечто такое светлое и, в общем-то, жизнеутверждающее, а не жизнеподавляющее. Вот, наверное, и так. Спасибо большое. Лис, Радио Ультра, пожалуйста. Да, я вот, в общем-то, по поводу дискуссии тоже соглашусь. Здесь дискутировать, в общем-то, особо не о чем. Я хотел поговорить о Вертинском и о шансоне, в частности, по следам нашей бывшей программы. Вот один из наших героев нашей радиостанции, Брайан Уорнер, который в народе больше известен как Мэрлин Мэнсон, пел о сладких мечтах вещи вашего коллеги из группы Юритмикс. Я знаю, что у вас была тоже одна из главных мечт выпустить в Штатах пластинку с русскими песнями. Вот вы не могли бы про эту пластинку рассказать нам немножко? Просто известная ферма Naxos, которая занималась классической музыкой, теперь открылась на этническую музыку тоже. И получилось так, что они, люди, которые занимаются отбором музыки, они любят аквариум, американцы, и предложили мне собрать набор песен, которые можно было бы выставить как в Америке, как на именно русскую музыку. Мы вместе посидели, отобрали, дай бог, она осенью выйдет. И мне страшно приятно, не потому, что это мы, не потому, что это аквариум, а потому, что просто выйдет какая-то музыка не академического плана на русском языке, а наша простая. Но это будет песня. Именно шансон, то, что это будет шансон, да? Правильно? Там будет и Вертинский, и Акуджава будет, много моих песен. Восполнение аквариума. Это вопрос о том, что человек делает для русской песни, настоящей русской песни. Понятно. Спасибо большое. И Владимир Молчанов, пожалуйста, вам слово. Я хотел бы сказать, что я совершенно не согласен с Матвеем Гонопольским насчет того, что поколение аквариума это поколение 90-х годов. Я думаю, что поколение аквариума, плавно, не расставаясь с Акуджавой, перетекало к аквариуму. Те же люди, которые очень любили Акуджаву, очень любят и аквариум. Это первое. 90-е годы не могли стать годами большого успеха аквариума, который, на мой взгляд, успех должен идти по нисходящей. Прежде всего потому, что, особенно вторая половина 90-х годов, это расцвет нашего телевидения и радиостанции, который, увы, породил сон разума. Что происходит после этого, мы знаем. Сегодня я был в 7 вечера на одной очень большой концертной площадке, где происходил колоссальный концерт, и все время звучали песни со словами «Девочка моя шоколадная». Вот эти 90-е годы породили поколения, которые любят шоколадных девочек. Эти люди, которые слушают такие песни, не могут понимать Гребенщикова. И это совершенно естественно. Поэтому, увы, я предчувствую некий спад популярности аквариума. Думаю, что Борис Борисович, не знаю, согласится со мной или нет. Знаете, поскольку уже, как я понимаю, наше время все-таки подходит к концу, время этой передачи, я просто хочу от нас сказать две вещи. Во-первых, когда говорят «аквариум» и Гребенщиков разделяют одно и другое, это немножко странно, потому что Гребенщиков существует без аквариума. Но когда я занимаюсь музыкой, я этим занимаюсь как частью аквариума, и если бы не было их, я бы не стал этим заниматься. Я бы занимался чем-то совсем другим. Поэтому можно говорить просто аквариум и экономить время. Это во-первых. Во-вторых, все споры по поводу того, поколения, не поколения, 90-е, 70-е, какие-то еще, это все, на самом деле, полный бред, потому что существуют некоторые вещи вечные. Они существовали 10 тысяч лет тому назад, сейчас будут существовать и через 10 тысяч лет тоже. И если нам, на самом деле, повезло, и мы чуть-чуть это зацепили, то слава богу, слава богу, что нам это удалось, слава богу, что вы это слушаете, слава богу, что все это существует, слава богу, что жизнь есть. Вот и все. Все остальное ерунда. Спасибо большое. Позвольте к 30-летию группы «Аквариум» от программы «Земля-воздух» вот такой подарок преподнести. Спасибо большое. Просто вся команда программы «Земля-воздух» является вашими поклонниками, и к 30-летию вот такую гитару, гитара «Гибсон». Кстати, пожалуйста, гитары предоставлены компанией «Петрашоп» эксклюзивным дистрибьютором фирмы «Гибсон» в России. Насколько я знаю, кстати, подбирали специально под вашу манеру игры, то есть это не какой-то сувенир, и реально можно использовать в концертной деятельности. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо всем. И тогда, наверное, в финал. Группа «Аквариум», пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Мама, в каникулы мы едем на «Джомейку», Мама, в каникулы мы едем на «Джомейку», Работать над курением травы. В Байкале крокодилы баубабы вдоль Волги реки, В Байкале крокодилы баубабы вдоль Волги реки, Мама, как нам справиться с глобальным потеплением Мама, как нам справиться с глобальным потеплением Покрепче прибивать колесики Не плачь, мама, твои дети в порядке Не плачь, мама, наша установка верна Садовник внимательно следит за каждым корнеплодом на грядке Мы знаем, что есть только два пути Джанас, Тафара или Война У нас два по всем наукам, но ботанику мы знаем на мятоть Два по всем наукам, но ботанику мы знаем на мятоть Пока живы растаманы из глубинки Пока живы растаманы из глубинки Павелону будет не устоять Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ